Это программа День с толком в студии Елены Кузовкиной. Смотрите в этом выпуске. Придорожный сервис Алтайского края проверили на соответствие требованиям и стандартам. Комиссия проверила более 80 объектов, выписаны десятки рекомендаций. Ее можно встретить на дачном участке или даже в черте города. Гадюки кусают и взрослых, и детей. Хореограф популярного шоу федерального канала ставит в Барнауле спектакль «Болеро». А будет ли балет? Более 5 миллионов гектаров засеют алтайские аграрии в этом году. На сегодняшний день в регионе уже закончился посев сахарной свеклы. Эта культура занимает 23 тысячи гектаров. Площадь посадки было решено увеличить на 10 процентов. Об этом сегодня сообщил Виктор Томенко. Губернатор прибыл в Косихинский район, чтобы оценить ход посевной кампании. На сегодня яровой сев превысил 2 миллиона гектара. Это уже 44 процента. В целом темп работ складывается на уровне прошлого года. Сейчас аграрий сеют подсолнечник, лен, рапс, сою. По словам Виктора Томенко, в этом году удалось избежать проблем с поставкой, с подготовкой к посевной кампании. Вовремя были приобретены ГСМ, семена и удобрения. К сожалению, пока мы отмечаем по состоянию на сегодня, что погода не совсем такая, какая бы нам хотелось. Апрель так вот по разным районам края, но где-то суммарно 10 процентов месячной нормы выпало осадков. Хотелось бы, конечно, в этой части больше, а где-то восточная, западная, Кулунда, Приалейская зона, часть центральных районов, к сожалению, очень в большом дефиците по влаге. На данный момент в регионе складывается дефицит почвенной влаги. Однако аграрий утверждает, что при соблюдении всех технологий недостаток влаги особо не влияет на развитие растений. И все же сельхозпроизводители и фермеры рассчитывают на благоприятные погодные условия в этом сезоне. Качество сервиса и организацию придорожной инфраструктуры вдоль Чуйского тракта оценила сегодня специально созданная комиссия. Такое внимание не случайно. Эта трасса очень востребована среди туристов, поток транспорта огромен и важно уделять внимание, безопасности и комфорту. Все ли кафе и гостиницы соответствуют требованиям? Расскажем далее. Первая остановка и уже ряд замечаний по схеме расположения объектов на заправочной станции. Министерство транспорта совместно с Супрдор Алтай регулярно в преддверии туристического сезона проводят проверку дорожной инфраструктуры. В этом рейде внимание уделили более 80 объектам. Как правило, это объекты туристического сервиса, в том числе и заправочные комплексы, это и объекты дорожной инфраструктуры. Мы смотрим и за состоянием дорожной обстановки. В целом, все, что прилегает к территории, это и чистота, и порядок. Внимание к придорожному сервису не случайно, тем более сейчас, когда заграничный отдых почти недоступен. Алтайский край ждет гостей со всей страны. Наша задача все-таки, чтобы турист был в комфорте, чтобы те условия, которые предоставляют объекты сервиса, были качественные, соответствовали всем нормативам, чтобы он не отравился, чтобы была возможность помыть руки, покушать, отдохнуть и поехать дальше. Как говорят владельцы бизнеса с большой дороги, соответствовать требованиям нелегко, но вполне реально. 80% турпотока путешествуют на автомобилях, поэтому в первую очередь туристы ищут еду и место для сна. И организовано это должно быть качественно. Мы навели чистоту, покрасили, сделали разметку, обновили обязательно, поправили знаки, повешали баннер с торца здания, новый. Мы, подготавливаясь к сезону, сделали ремонт на третьем этаже, полностью отремонтировали хостел. В ближайших планах сделать полный ремонт еще и на втором этаже. Ежегодные проверки, говорит министр транспорта, помогают сервису расти от сезона к сезону. На место морально устаревших заведений приходят новые. И если говорить о том, что те люди, которые хотят этим заниматься, занимаются этим всерьез, и можно посмотреть на столь достойные объекты сервиса, проезжая по территории, наверное, большинства субъектов, тот уровень сервиса, который обеспечивает Чуйский тракт, он соизмерим и даже немного лучше по сравнению с другими федеральными трассами. Несмотря на это, в ходе рейда вынесли несколько десятков рекомендаций. И, как показывает практика, большинство из них бизнесмены выполняют почти сразу. Ведь от этого зависит и их доход. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Дать больше денег регионам – это поможет повысить качество жизни. В этом уверенный лидер партии «Новые люди» и народный мэр Якутска. Накануне политики побывали в краевой столице и поделились с журналистами своими впечатлениями. После двухчасовой прогулки по Барнаулу «Круглый стол» именитые гости Алексей Нечаев и Сарданав Ксентьева в жарком диалоге с урбанистами и блогерами обсуждают дефицит зеленых зон, загрязнение рек, исчезновение мощной промышленности. В политике поделились своими идеями развития территории. Есть возможность обустроить город для жизни. Для этого нужна и такая политическая воля, и, конечно, для этого нужны деньги. Надо, чтобы деньги оставались в регионах. Все деньги, которые идут из федерального центра, они строго целевые. То есть на тебе три рубля, ни в чем себе не отказывай, сдачу себе оставь. Но, может быть, моему региону нужно совершенно другое. Почему бы жителям самим тоже этот процесс не видеть, и не смотреть, и не слушать, и не участвовать в этом? Если деньги будут оставаться на местах, то все идеи урбанистов по благоустройству и развитию общественных пространств города удастся воплотить в жизнь уверенной федеральной гости. К другим темам. С приходом тепла жители Алтайского края все чаще встречаются со змеями. Ту же гадюку можно встретить на дачном участке или даже в черте города. Наша съемочная группа своими глазами увидела, что происходит после змеиного укуса. Передаю слово Ирине Корчагиной. Она расскажет, что делать, если встреча с рептилией прошла не очень удачно. Видите, какой отек большой? Вчера отек был вот до этой, до ручки мы рисовали границы. Вот, сейчас этот отек помаленьку уходит. Конец отпуска житель Москвы Александр проводит в Барнаульском отделении токсикологии. Вместе с теми, кто попадает сюда, например, с алкогольным отравлением. Три дня назад мужчину укусило гадюка, когда он отдыхал в Белокурихе на горе Цирковка. Потянулся к змею, она на меня прыгнула, укусила в палец. А зачем вы потянулись к змею? Ну вот, по глупости. Вот укусила в палец вот сюда вот. И начался резко отек вот сюда идти вверх, вверх, вверх. И до конца руки. И в течение полчаса уже полурути было в отеке. Можно подумать, что местные гадюки москвичей особо не жалуют. Но у них, в принципе, нет задачи напасть на человека. Наоборот, змеи, у которых, кстати, в мае романтический период, стараются избежать встречи с людьми. Ужи, полозы и гадюки выбирают теплые укромные места, чаще у воды. Кстати, гадюка – единственная опасная змея в нашем регионе. Вот, скажем, уши – это совершенно безобидная змея. Но если тоже ее хватать руками, она тоже может опысить. Но яда у нее нет, но в любом случае укус, скажем, она зубы не чистит, может потом воспалиться. А гадюки, скажем, бывают, повторюсь, смертельные случаи, но в основном связаны или с аллергией, или как-то, ну, непереносимость вот этого яда. Всего за полторы недели в отделение токсикологии попали 4 жертвы гадюки. Обычно столько проходит за весь летний сезон. Причем у всех пациентов довольно серьезное осложнение – инфекции, отеки. И все это от минимального количества яда. 0,01 грамма у степной гадюки, ну, гадюки обыкновенные наши, которые в Алтайском крае. Яд минимальный, но он очень нейротоксичный, поэтому, когда человека кусает змея, он практически укус это не чувствует, это просто как укол иголкой. Поэтому многие люди не обращаются сразу после укуса. Ни отсасывание яда там, ни прижигание практически не имеют никакого значения. Потому что, тем более, нельзя никогда, во многих справочниках пишут до сих пор, но это полная глупость, нельзя накладывать жгут. Если вы приставали к змее, а она не ответила вам взаимностью, необходимо принять антигистаминные препараты. И в течение 6 часов обязательно обратиться в больницу. А вот Александру в этой палате придется провести еще дней 5. Очевидно, этот отдых на Алтае он запомнит надолго. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. К новостям культуры. На родине Шукшина в селе Сростке открылся творческий центр «Праздники детства». Совместный проект Музея-заповедника и Союза национальных культур Алтая получил президентский грант на развитие гражданского общества в 2021 году. Новый культурный объект уже принимает первых посетителей. С места события репортаж нашего корреспондента. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. А наделали много хорошего. Прежде всего придумали проект, подали заявку, выиграли грант президента. За полтора месяца создали новый творческий центр «Праздники детства» и пригласили на открытие гостей со всего Алтайского края. Сростке – это не просто населенный пункт Алтайского края. Это место, которое известно всей России. И каждый приезжающий в край, каждый проезжающий по Чуйскому тракту считает своим долгом заехать в Сростке, отдать дань памяти Василию Макаровичу, посетить памятные места. И здорово, что одним таким памятным местом стало в этот раз больше. Творческий центр разместился в доме, где прошли детские годы Шукшина. Задумка понятна. Здесь хранятся рукодельные работы его матери, Мария Сергеевна, известный мастерица. Посмотрел и сам, пробуй сделать. Сростки богаты еще мастерицами, которые владели и владеют по сей день этими уникальными видами рукоделия, ремесел и промыслов. И в архивах музея сейчас уже хранится более полутора тысяч экспонатов, которые рассказывают нам о бытии наших предков. Именно это сподвигло нас создать центр творчества в празднике детства. На полученный грант отремонтирована комната. Отреставрирован ткацкий станок «Кросс» на изготовленной выставочные шкафы и мебель для проведения мастер-классов. Рядом с классическими станками и прялками – современная вышивальная машина. Здесь мастерицы будут передавать свои секреты и подрастающим сростенцам, и заезжим туристам. Истоки самосохранения в этих народных культурах, в этих обрядовых действиях, которые ремесленничества, какого-то праздничества в особые дни. Центр будет работать все лето. Каждый месяц расписан. Тканный июнь, ремесленный июль, кукольный август. Кроме того, творческий центр уже включен в культурную программу «Шукшинских дней» на Алтае, которую планируется провести в этом году 23-24 июля. На базе праздников детства состоится первый региональный фестиваль народных ремесел. Заявки на участие уже принимаются. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Абуднин. Хореограф популярного шоу «Танцы» Александр Мигилев поставит в Барнауле танцевальный спектакль «Болеро». Премьера пройдет в концертном зале «Сибирь» 31 мая в рамках фестиваля к десятилетию государственного молодежного ансамбля песни и танцы «Алтай» имени Александра Березикова. Как идет подготовка к юбилейному показу, расскажет Анна Рашагирова. В ожидании премьеры артисты репетируют по 12 часов в сутки. Помирить народный танец и современные движения совсем непросто. Помогает им известный московский хореограф, участник шоу «Танцы» Александр Мигилев. Спектакль «Болеро» не балет, хотя и музыка Мариса Равеля. Об остальном же хореограф пока не рассказывает. Держит Эдригу до последнего. Как ни странно, я дам маленький спойлер. В нем можно будет увидеть всю историю человека или развитие человечества, но на фоне определенных чувств, на фоне определенных эмоций. Разгадка очень простая. На мой взгляд, всегда человечеством движет только любовь. С самых тихих ударов начинается масштабное. Так зарождалась и жизнь на земле. На этом держится вся задумка спектакля, уверяет хореограф. Каждый шаг, каждое движение и поворот головы отрабатываются. У него терпения пока больше, чем у нас. Он потому что еще ни разу не жаловался, а мы жалуем сейчас постоянно. Это, конечно же, ирония. За 10 лет артистам ансамбля приходилось не раз осваивать новое, сталкиваться с трудностями, учиться у серьезных наставников. Вот эта музыкальная составляющая, которая начинается от простых барабанов и заканчивается высоким апофеозом музыкальным, нам напомнила такую ступень развития, как по спирали музыка набирает, набирает, набирает обороты. И нам показалось это логично, потому что коллектив молодой, нам всего 10 лет, и вроде мы начали от простого, и вот каждый год наше творчество пополняется какими-то интересными произведениями, что дает нам, естественно, шаг к развитию. Юбилейный фестиваль к десятилетию государственного молодежного ансамбля песни и танцы Алтай состоится 31 мая и продлится три дня. На сцене Краевого театра драмы с народными танцами выступят гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чеченской республики и других регионов России. Тогда же и пройдет премьера Болеро. И к новостям спорта. В Барнауле прошла акция «Спортивный десант» с участием талисманов команд региона. Никита Черноусов – серебряный призер первенства России в плавании вольным стилем среди юниоров до 18 лет. А футболисты Барнаульского «Динамо» готовятся сыграть два выездных матча. Подробности далее. Талисманы команд массеров региона «Енот Крага», «Волк Ди» и «Лайка Алтай» провели массовую веселую зарядку для юных хоккеистов Алтай и футболисток школы Алексея Смертина. Пообщались с юными спортсменами, устроили фото с честью и подарили детям сладкие призы. А также познакомились с обитателями зоопарка «Лесная сказка». Алтайский плавец Никита Черноусов – серебряный призер первенства России в плавании вольным стилем среди юниоров до 18 лет. В последний день турнира подопечный Андрея Жукова на дистанции 50 метров на 3 миллисекунды уступил золотую медаль спортсмену из Краснодара. Всего в турнире приняло участие больше 700 спортсменов из 73 регионов России. Уже завтра футболисты Барнаульского «Динамо» сыграют два выездных матча. В первой встрече «Белоголубые» встретятся с Тюменью, а 22 мая в Перми со «Звездой». После этого команда мастеров будет ждать домашний отрезок из трех матчей. Дмитрий Дроздов. День с толком. А завершить выпуск мне бы хотелось новостью из Барнаульского зоопарка. Там появилась зебра. Появление Василия, так зовут животное, анонсировали еще в феврале, но добрался полосатый только сегодня. Сейчас он на карантине. Полноценное знакомство с посетителями состоится не раньше 13 июня. Новому жителю зоопарка два года и до появления в Барнауле Вася жил в Красноярске. Сергей Писарев, директор зоопарка, признается, зебра была его детской мечтой. К первому публичному появлению нового жителя зоопарк готовят праздник. У нашей же съемочной группы есть договоренность уже завтра познакомиться с Васей. Главное, не навредить животному, которое после дороги очень устало. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его вновь напомню. 205-545. Звоните, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а далее о погоде. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok